Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог! И сегодня видео я посвящаю всем ароматам Миколев, которые у меня есть. Я решила записать такое одно видео сразу обо всех ароматах. Постараюсь коротко, постараюсь без лишних слов. Короче, я буду стараться описать каждый аромат. Вы же в свою очередь пишите мне, есть ли у вас ароматы Миколев, какие вам ароматы нравятся у этого бренда, какие не нравятся. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. И начну. Первый аромат, которым я бы хотела рассказать, это вот этот. Это Ананда, это вообще хит бренда Миколев, как мне кажется. Даже если вы не знакомы с домом Миколев, все знают, что вот есть такой аромат Ананда. Ну, мне так кажется, может я ошибаюсь. Аромат для меня предельно женственный и предельно летний. То есть это... Я пробовала носить его, когда было не очень так жарко, не очень тепло. И он не раскрывается в полном объеме, в полной мере. Летом же он вас будет одаривать бесконечным счастьем. Это такой грушевый аромат, аромат груши. Груши в меду, груши такой с присыпанной пыльцой, с цветами, с какими-то жужжащими пчелками внутри, с морем бабочек. И вы такая вся лежите в гамаке, в большой шляпе и солнце. И вам так хорошо, ваши глаза полузакрыты. И вот что-то такое. Такая картинка. Картинка абсолютного летнего счастья, отдыха. Ну, просто вот релакса, знаете. Если вы хотите аромат позитив, аромат женственной, просто кончиков ногтей, то Ананда вам подойдет 100%. Попробуйте, если еще не знакомы с ним. Он идеальный. Для меня он очень идеальный. Да, для любого, для любого вообще события. Даже дома, когда вам грустно, можно поднять себе настроение просто на раз, два, три. Ананда. Дальше. Аромат Black, Black Ананда. Это вообще совсем другая песня. Аромат тяжелый, аромат мощный. Аромат такой с очень-очень яркой туберозой, которая просто заявляет о себе с первых, мне кажется, самых мгновений. Аромат, знаете, я его воспринимаю идеальным, как вечерний аромат. Аромат на какой-то особенный выход, на красную ковровую дорожку, не знаю. На театр, аромат для открытых плеч, бархатных платьев, бриллиантовых колье. В общем, самая-самая-самая-самая роскошь. Аромат такой дивы, такой актрисы. Вот это вот Black. Вот я его вижу вот какой-то такой именно бурлящей, яркой женщине. Попробуйте. Очень классный аромат. Я бы его не советовала, наверное, носить в теплое время года, потому что уж очень он может вас задушить. Но вот на прохладу и на вечерний выход он идеален. Далее. Аромат вот такой. Это аромат. У меня на коробке написано было M. Mikalif. И здесь тоже написано M. Mikalif. Но также у него есть имя Joel for her. Поэтому я не знаю, честно говоря, какой из них верный. Это аромат, ну, наверное, один из самых моих любимых у бренда Mikalif. Это для меня вот просто такой классический-классический шипер. Я недавно носила Palomo Picasso. И вот, знаете, очень-очень он мне напомнил этот аромат Palomo Picasso. Я не знаю, почему. Что-то в них есть схожее, знаете. Вот это вот какая-то напор, вот этот животный напор. Вот эти вот яркие-яркие ноты. Он реально шипит на вашей коже на старте, когда вы только-только его наносите. Щекочет нос. Все специи ярчайшие просто. Вот просто ярчащие. Если вы его будете пробовать, будьте готовы. Первые секунды это вот будет такой вот, что это? Но потом он раскрывается просто грандиозно, волшебно. Если вы любите шиперы, попробуйте бесподобный. Бесподобный аромат. Бесподобный. Его носить можно и летом, и зимой, и под настроение. Придаст вам уверенности, придаст вам какой-то внутренней силы, поднимет настроение, зарядит каким-то, может быть, позитивом. Ну, аромат просто с большой буквы. Далее аромат Elancon Gold. Тоже, наверное, многие его знали. Он у многих есть уже в обзорах. Мне он сначала показался очень несерьезным, просто крайне несерьезным. Наверное, из-за кокоса, я не знаю. Но, поносив его в жару, в жару, в жару, прям вот жарко, лето, у воды где-то, на пляже, он... Это просто сказочно. Это кокос, это Elan, это ваниль. Все вместе это, знаете, такой мягкий какой-то кремовый запах мороженого. Каких-то взбитых сливок, фруктов. Такой вот вкусный. Запах вкусный, запах очень веселый, очень позитивный. Мне кажется, он не может не понравиться. Должен понравиться всем. Вот честно говорю, попробуйте. Тем более такая красивая жидкость, золотая. И когда вы прыскаете ее на свою кожу, у вас еще кожа покрывается таким золотом. Очень красиво. Далее. Этот, наверное, аромат номер два из моих самых любимых. Сначала шипер, потом вот этот. Это Royal Masks. Это еще старый у меня дизайн флакона. Сейчас он идет вот в таком же флаконе, только жидкость другого цвета. И, по-моему, вот эти вот грани, они золотые. И крышечка, по-моему, тоже золотая. Royal Masks это вот, ну просто, это самый красивый мускус, который я вообще когда-либо пробовала. Он очень благородный, он негромкий, он без всяких там подводных течений, камней. Он не выдает никаких там животных, ну никогда, никогда, никогда. На мне, по крайней мере. Легчайший, элегантнейший, мягкий, такой пуховый, я уже говорила в одном видео. Вот просто аромат, знаете, супер элегантный. Аромат каких-то вот настоящих, настоящей леди, настоящий такой вот, не чопорный, но такой сдержанный. То есть внутри может быть много-много страстей, но вот снаружи она никогда, никогда не покажет себя с какой-то там стороны. Может быть, не очень приглядный. Вот этот аромат реально, аромат леди, аромат с большой буквы женственный. Очень женственный аромат, Руэлл Маска. Если вы любите ароматы с мускусом, попробуйте, он вас не разочарует. Далее аромат, который называется Pink Flower. Вот он, кстати, вот самый, наверное, несерьезный из всех ароматов Миколи, в котором у меня есть. Легкий, цветочный, немножко мускуса, обязательно роза. Ну, он, знаете, чем мне нравится? Он ненавязчивый. Его хорошо взять с собой куда-то, например, в поездку, в отпуск, куда-то к воде. Когда вы не хотите чего-то такого очень тяжелого, чего-то такого навязчивого. Вот он будет идеальным спутником. Он стойкий, он шлейфовый. И в то же время он неудушающий. Прекрасно сочетается вообще под любое настроение, в любом вообще климате. Наверное, совсем в холод его лучше не использовать. Хотя я не пробовала. Можно попробовать, кстати. Вот такой аромат Pink Flowers. Будет возможность попробовать, и он довольно интересный. Далее. Этот аромат у меня был первым. Это Royal Rose Ud. Это мой первый-первый аромат от бренда Mikalev. Это королевская роза с удом. Я его использовала очень активно. Это у меня уже вторая бутылка. Ну, просто, вы знаете, года три назад я пользовалась им чуть-чуть там не каждый день. Везде там с утра и до вечера, и куда-то на выход. Мне очень он нравился. Сейчас я уже устала. Сейчас я вообще устала от удовых ароматов. Но если вы любите мягкий уд, уд такой носибельный, неяркий, там, как уд у Montal, например, то вот этот уд вас должен заинтересовать, потому что он, ну, он дико элегантный. Он элегантный, он такой, знаете, мягкий, умиротворяющий. В сочетании с розой тут, ну, просто они идеальные друзья. Роза, уд. Роза такая бархатистая, маслянистая, красная, яркая роза. И, ну, слушайте, чем столько, вот говорите, один раз попробовать этот аромат стоит вообще. И своих денег, и своего названия Royal Rose Ud. Я согласна полностью, да, действительно, это королевская роза. Прекрасный, шлейфовый, стойкий. Класс. Дальше аромат уд. Вы знаете, они очень похожи, но здесь, конечно, поменьше розы, но розы здесь тоже есть. Это дико сексуальный аромат. Это аромат вот просто каких-то вот бурных страстей и смятых простыней, и вот чего-то такого животного, знаете. Мне он очень нравится. Если вы ищете какой-то такой классный аромат для вас двоих, для вашего партнера и для себя, приглядитесь к этой версии. Она идеально подойдет и мужчинам, и женщинам. Прекрасный, прекрасный аромат, очень стойкий, шлейфовый у Миколев. Вообще все ароматы очень стойкие, к слову. Элегантный. Вот он, кстати, классно, классно ведет себя в холодную погоду и в жару. В жару он просто, он плавится. Он плавится каким-то вот, знаете, таким серебром. Вот очень-очень красивый аромат, ут. Далее аромат помело. Это летний аромат, это цитрусовый аромат. Аромат, знаете, таких горьких цитрусовых корок. А когда вы чистите, например, помело или грейпфрут, и вот одна шкурка такая толстая, из нее чуть-чуть брызгает вот эти капельки горького-горького сока, то это вот что-то такое. Очень он мне нравится. Он мне нравится на лето. Он реально вас может пробудить, охладить летом, когда очень жарко. Знаете, вы там с утра выходите, и вам нужно там дойти куда-то по жаре. То вот этот аромат, он будет просто идеален в таком вот, в такой ситуации. Очень классный. Если вы любите цитрусовый аромат, посмотрите. Но он, конечно, летний. Он летний, зимой он... Нет, не то. Далее, аромат Watch. Очень популярный аромат у бренда Mikalif. Я его очень любила одно время. Очень сильно его любила. Сейчас я немножечко от него устала. Я уже говорила это много раз. Но придет еще его время. Он очень красив. Любителям гурманских, съедобных, вкусных, сладких ароматов обязателен, мне кажется, к знакомству. Ну, здесь какие-то пирожные. Здесь сливочные помадки. Здесь имбирные пряники. Какие-то шоколад горячий. Знаете, палочка корицы. Ну, все-все-все, вот эти вот все вкусные, все гурманские штучки вот здесь есть. Так что, если вы любите такие ароматы, попробуйте. Красивый. Красивый, обволакивающий, согревающий. Летом очень красиво раскрывается. Такой вне сезона аромат. Далее аромат Mon Parfum Mikalif. Это у них есть еще несколько версий. Это самая первая версия. Люблю его. Я его очень люблю. Ну, он очень женственный. Он тоже очень сладкий. Он тоже такой помадный. Но помадный не в плане помады, а помадки. Вот эти вот, знаете, были раньше такие коричневые. Не коричневые, такого бежевого цвета, помадного. Вот такие закрученные в коробочках продавались. Я их так любила. Надеюсь, уже не найти таких. О, красивый. Аромат, знаете, как вот объятия. Аромат, который вот любит женщину. Аромат, знаете, ода любви к женщине. Аромат предельно женственный, предельно красивый. Предельно, знаете, какой-то вот жизнерадостный, позитивный. В то же время он хорош вечером, при свечах, с бокалом шампанского. Обалденный. Аромат просто обалденный. Классный. Попробуйте. Попробуйте, если вдруг еще, знаете. Далее у меня аромат. Два аромата, точнее, из серии ванильный. Два аромата. У них еще есть, по-моему, третий аромат. Ну, не по-моему, а есть, да. С кожаной. Ваниль. Кюр. Кюр ванил. С кожаной ваниль. Но у меня ее нету. Это у меня ваниль. Марин. Это морская ваниль. В этой серии ванильные у Миколев. Они очень необычно подчеркнули вот ваниль, знаете, с разных углов. То есть у меня тут морская ваниль и цветочный ваниль. Вот морская ваниль, она просто. Она потрясающая. Я бы никогда вообще не подумала, что ваниль можно так красиво обыграть. Соленая ваниль. Морская действительно ваниль. Ваниль с морскими какими-то брызгами. Знаете, когда вы вот провели много-много времени на берегу моря, и вот эта вот соль у вас осела где-то вот на губах, да. И вот как-то вот так, чуть-чуть вот эту соль вы ощущаете, но в то же время это вот сладость. Это ванильное какое-то... Ванильное настроение. Ванильное небо. Очень красивая ваниль здесь. Бесподобно. Если вы действительно любите ароматы с ванилью и уже устали от там гурманской ванили, сладкой ванили, там съедобной и так далее, то попробуйте ванильную серию у Миколев, потому что она очень нетривиальная. Ваниль флёр. Это ваниль уже цветочная. И вот тоже, вот знаете, как они так её окружили вот этим вихрем цветов. Тут, ну тут я не знаю, тут и тубероза, тут мне пахнет тюльпаном, тут мне пахнет нарциссом. Знаете, вот такие вот какие-то весенние цветы, простые. И вот это ваниль опять. Бесподобно. Бесподобно сделано, бесподобно скроено. Очень необычно. Шикарные ароматы. Шикарные на лето, как мне кажется. Но можно посмотреть, можно попробовать поносить их зимой. Я не знаю. Why not? Почему нет? Всё может быть. На этом у меня всё. У меня ещё была ваниль... О, не ваниль, простите. У меня ещё был аромат Гардения от бренда Mikalif. Он кончился, закончился. Что я могу о нём сказать? Очень красивое Гардения. Очень натуралистичное Гардения. Элегантное Гардения, такая дорогая. Аромат такой ухоженной женщины. Кто любит аромат из Гардении, обязательно попробуйте. Красивый. Очень красивый. Он был вот в таком же флаконе, только тут были жёлтые кристаллы. Всё. На этом у меня всё. Конечно, в планах у меня есть познакомиться с другими ароматами Mikalif. Но в Австралии, в Сиднее очень-очень сложно вообще купить что-то такое из таких вот нишевых брендов. Тем больше познакомиться. Есть только онлайн. Онлайн я пока не хочу заказывать, потому что без пробы как-то мне немножко не хочется. Так что буду ждать, может быть, какой-то поездки за границу, в Европу. И там уже, конечно, попробую всё. С вами была Аленка Блог. Я надеюсь, вам понравился. Всем пока. Понравился. Я надеюсь, вам понравилось. Всем пока. Чао-чао. Пока.